Уже доброй традицией стало проведение в конце января на территории Манежа Олимпийц всероссийских соревнований по лёгкой атлетике на Кубок губернатора Краснодарского края. Эти престижные состязания собрали именитых спортсменов из многих регионов России. Подробности в нашем следующем репортаже. АПЛОДИСМЕНТЫ Депутат законодательного собрания Кубани Виктор Чернявский отметил, что гостеприимная славянская земля всегда тепло принимает спортсменов. Добро пожаловать в Славянский район. Район спортивный, район с традициями. Нет года, чтобы в Славянском районе не открывалось новое спортивное сооружение. Вот и сегодня мы приехали с открытия нового спортивного комплекса. Вице-президент Федерации лёгкой атлетики России, олимпийская чемпионка и рекордсменка мира Ирина Привалова также приняла участие в торжественном открытии и пожелала спортсменам успехов. От себя лично я хочу присоединиться ко всем словам, которые сказаны передо мной. Лёгкая атлетика – это сильнейший регион в Краснодарском крае. Здесь живут особенные люди, и мы всегда знаем, что здесь будут результаты. Поэтому всем в хорошем настроении, в хорошем результате. После добрых слов на путствий, легкоатлеты разошлись по своим секторам. Серьёзные соревнования на Кубок губернатора Кубани проходят в Олимпийце не в первый раз. И для этого здесь созданы все условия. Более 200 атлетов из 15 российских регионов состязались за право стать сильнейшим в каждой из семи дисциплин. Это бег на 64-800 метров, бег с барьерами на 60 метров, прыжок в длину, толкание ядра, пятиборье. Первыми на пьедестал почётов зашли спортсмены, выступившие в толкании ядра. Мастер спорта международного класса из Ростовской области Константин Лядусов стал лидером с результатом 19 метров 1 сантиметр. Я каждый год желание-желание приезжаю сюда. Мне он больше всего нравится. Я как все домой приезжаю. И конкуренция тут хорошая, и организация просто супер. И с каждым годом и призовые растут, и всякие подарочки плюсы тоже очень радуют. А как я добиваюсь, я тренируюсь в удовольствие, получаю максимум заряд от своего вида. И сила у тебя должна преобладать, и скорость, и координация. Если что-то, чего-то не будет не хватать, результата не ждите. Продолжила свою победную серию в новом году толкательница ядра из Тверской области мастер спорта Алена Гордеева. Она впервые участвовала в этом турнире и сразу же победила в толкании ядра среди женщин с результатом ровно 17 метров. Да, я рада, мне понравился очень старт. Удалось показать личный результат в этом сезоне. Организация классная, все спокойно, как-то по-домашнему. В секторе для прыжков в длину у женщин вновь не было равных краснодарке Екатерине Левицкой. Ее лучший прыжок был далеко за 6-метровую отметку. Она улетела на 6 метров 61 сантиметр. Этот летящий прыжок стал настоящим украшением состязаний. Екатерина очень любит свой вид спорта и старается быть лидером. Все получилось сегодня. Все благодаря тренеру. Она нас подводит, она все делает. Очень рада и счастлива, что получилось в очередной раз. Это уже третий мой кубок. Собираю коллекцию. Надо это любить очень, чтобы добиться. А так, каждую тренировку мы оттачиваем разбег, каждый шаг. Конечно, надо сконцентрироваться. Самое главное, чтобы попасть на планку. Каждый шаг надо в голове прокручивать. Ну и работать много. Валерия Москвитина завоевала в прыжках в длину бронзовую медаль с результатом 6 метров 25 сантиметров. А в Пятиборье она же взошла на высшую ступеньку пьедестала почета. Ветром пролетел мастер спорта международного класса Данила Тен по дистанции 60 метров, преодолев ее за 6,71 секунды. Отличный результат, достойный такого турнира. В целом результатом для нынешней формы я доволен. В том году я бежал быстрее, но был вторым, а в этом году чуть медленнее, но первый. Ну, конечно, приятно всегда побеждать, но так есть над чем работать. Много работы, поэтому будем стараться. Соревнования на Кубок губернатора Краснодарского края позволили сильным спортсменам проявить себя с лучшей стороны и стали прекрасным праздником подлинной королевы спорта легкой атлетики. Впереди в этом году у легкоатлетов еще немало престижных соревнований. К ним идет подготовка с тем, чтобы наверняка добиться успеха. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».